Всем привет! Это новости из Турции. Шел девятый день с начала землетрясений в Турции. И уже по традиции мы с вами поговорим о самых свежих землетрясениях. Самое слабое землетрясение произошло в населенном пункте с названием Эль-Бистан в провинции Крахман-Мараш. Магнитуда землетрясения была равнена 3 баллам и произошло оно примерно в 4 часа после полудня. Самое сильное землетрясение произошло в городе Гёксун в провинции Крахман-Мараш. Магнитуда землетрясения была равна 4 баллам и произошло оно в 10 вечера. За последние 24 часа в Турции было 5 землетрясений магнитудой 4 балла или больше, 54 землетрясения магнитудой 3 и больше и 230 землетрясений магнитудой 2 и больше. Также произошло 100 небольших землетрясений магнитудой менее 2, которые люди обычно не ощущают. Как можно увидеть, мощность подземных толчков постепенно уменьшается, но у спасателей остается все так же много работы по высвобождению из-под завалов пострадавших, которые находятся там по сей день, как, например, человек из следующей новости. Человек спасен из-под завалов в турецкой провинции Хатай спустя 203 часа или 8,5 суток после землетрясения, сообщил телеканал ТРТ Хабер. В Хатайе еще один человек был спасен живым спустя 203 часа после землетрясения, говорится в сообщении. Каждый день корректируются цифры об пострадавших за все время землетрений, и вот какие цифры нам удалось найти. Более 8 тысяч человек извлекли живыми из-под завалов в Турции в результате разрушительных землетрясений, сообщил президент республики Раджеп Эрдоган. Увы, увеличивается и число жертв по мере того, как разбираются завалы. Значительную часть из 81 тысячи человек, пострадавших при земле, мы уже выписали из больниц. Остальные продолжают получать медицинскую помощь. Наши поисково-спасательные команды живыми извлекли из-под завалов более 8 тысяч человек, сообщил Эрдоган. По словам турецкого лидера, землетрясения спровоцировали колоссальные разрушения в радиусе 500 километров от эпицентра в 10 провинциях. С учетом городов, где ощущались толчки, в целом затронуты катастрофой почти 20 миллионов человек. По словам ученых, высвобожденная землетрясениями энергия равна мощности 500 атомных бомб, отметил он. По последним данным, в Турции погибло 31 974 человека. Ассоциация туроператоров России АТОР не видит предпосылок к изменению качества сервиса на курортах Турции, не затронутых землетрясением, сообщила исполнительный директор организации Майя Ламидзе. Она уточнила, что пострадавшие регионы страны не были популярны у российских путешественников. «Исходя из нашего многолетнего опыта, делаем вывод, что никакие природные катаклизмы не способны изменить ситуацию на популярных направлениях», сказал гендиректор ITM Group Константин Мальков. На протяжении многих лет Турция создавала уникальный туристический продукт, настолько крепкий, что даже, как мы убедились, политические кризисы и пандемии оказывают на него минимальное влияние. Наш прогноз – к майским праздникам отрасль полностью восстановится. В сервисе по бронированию туров «Слетать.ру» уже наблюдает положительную динамику по восстановлению спроса в Турцию из России. Динамика бронирования вернулась к показателям, что были до произошедшего в стране землетрясения. Сейчас среднесуточная доля направления в общей структуре продаж составляет 13-15%. Большинство запросов по отдыху на предстоящее лето ожидаемо происходит именно на Турцию, указали в компании. В среду в Ассоциации туроператоров России также сообщали, что российские туристы продолжают бронировать путевки на лето в Турцию. При этом там отмечали, что цены на пакеты, наземное обслуживание и отели на курортах Анталии и в Стамбуле не менялись. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте поставить лайк и написать комментарий, чтобы помочь нам в развитии канала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok